рублю крышка с этого начался мой вчерашний день и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий вчерашний день у меня начался с того что с утра мне пришло сообщение на телеграм от одного из моих подписчиков такого содержания привет рублю крышка как считаешь и 2 фактор это за два дня до того на ю тубе у меня один из подписчиков но он обычно армагеддончик такой он тоже говорил что если доллар превысит 77 рублей то все кранты и там прямая дорога к 90 и доллар превысил 77 рублей и вчера он превысил аж 78 рублей ну все что делать и давайте вспомним что еще внешний фон какой у нас ситуация с навальным в европе говорят что мы используем боевые отравляющие химические вещества для того чтобы отравить оппозиционеров и это неправильно это запрещенное и поэтому надо вводить санкции и так далее потом в белоруссии вы знаете там всякие такие штуки и россия как всегда поддерживает лукашенко тоже так грозит все потом нефть недавно упала потом индекс s&p 500 пошел на корректировку в общем так ничего хорошего не предвидится и казалось бы что совершенно очевидно что надо бежать и покупать доллары и поэтому вот такое сообщение значит вот мне приходит на телеграм привет рублю крышка как считаешь что делать в такой ситуации ну вы знаете я считаю что значит я как бы подумал подумал и и решил что но наверное пора не покупать доллары а продавать и весь вчерашний день я занимался тем что в общем-то фиксировал позиции потому что до того я в общем-то ждал что что рубль ослабеет и я ждал коррекции на рынке она настала и я смотрел на рынок и моя опционная стратегия была выглядела примерно вот так вот как сейчас вы видите то есть смотрите вот здесь вот у меня здесь 120 тысяч где-то здесь сто семнадцать пятьсот и от ста семнадцати пятисот до ста пятнадцати тысяч рублей за индекс ртс у меня был построен путь спред фактически ну вот если сейчас я уберу опционы кол то он примерно вот так вот и выглядел вот примерно так то есть до ста пятнадцати тысяч если дорастет смысле упадет индекс ртс то в общем все хорошо у меня было бы вот ну примерно вот так и я тут немножечко его реконструировал и я решил что вот он подходит к ста пятнадцати и и ну вот это вот линия была вот так вот направлена на самом деле немножечко по-другому вот и я решил что ну все общем сказать пора фиксировать что я начал делать посмотрите ну давайте я включу опционный кол да вот примерно так это все выглядело вот что я начал делать вот у меня вот здесь вот сто 115 тысяч вот и вот здесь вот у меня сто семнадцать пятьсот вот они сто семнадцать пятьсот у меня в минусе проданы и а это колл сто семнадцать пятьсот у меня было куплено вот здесь два и здесь 16 но цифры были немножечко меньше на самом деле было куплено здесь ну в районе да нет примерно так же и было 16 вот и было продано опционов сто пятнадцатых путь тоже примерно такое же количество но в районе 16 насколько я помню вот что я начал делать я начал вот эти путь и которые были куплены со страйком сто семнадцать пятьсот продавать потому что они выросли дали рост и весь вот этот вот рост за счет них фактически произошел и начал эти путь и продавать а вот эти путь и сто двенадцать пятьсот я начал покупать то есть я начал перебрасывать стратегию то есть смотрите вот она шла вот сюда 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 и дальше она у меня шла на понижение то есть если индекс ртс начнет расти если рубль начнет расти грубо говоря если индекс ртс начнет расти то моя прибыль начнет падать вот сюда вот скатываться а мне этого не хотелось и я считаю что вот такие как нас как панические настроения они как раз это тот момент когда надо фиксировать прибыль что я сделал я продал вот эти путы и купил вот эти путы вот так то есть теперь если у меня индекс начнет расти то в общем то у меня вот ну как бы я зафиксировал эту прибыль и ну сейчас у меня вот слегка положительные дельта но она должна вот где-то здесь зафиксироваться у меня есть еще два купленных пута поэтому вот такой вот наклончик здесь после того как я их продам после того как я уби убедюсь что буду убежден что окончательно пошел индекс ртс в рост то есть рубль пошел в рост то я сделаю следующее я их продам и зафиксирую прибыль у меня будет вот здесь вот планочка между 115 и 117 и в этом состоянии мне надо будет продержаться всего лишь два дня то есть среда четверг вот если он окажется здесь то я получу ну 25 тысяч дополнительно сейчас у меня вот такая ситуация вот в данный момент да в данный момент у меня сейчас вот такая ситуация у меня легкий будет дельта легкий рост в случае роста ну соответственно и легкое падение прибыльности в случае падения индекса ртс я могу плавно регулировать вот эту красную кривую сейчас все внимание на красной кривой у меня свободно 47 тысяч еще я могу достаточно спокойно все это регулировать вот эту дельта я могу ее свести к нулю хотя я этого не делаю то есть я считаю что дальше сегодня индекс развернется и пойдет в рост почему я уже сказал почему он идет в рост ну потому что смотрите вот давайте посмотрим как выглядит индекс s&p 500 вот как он выглядит вот он падал падал и вдруг он начинает расти ну с какой радости он начал расти выборы я не знаю что там делает трамп но трамп говорит что индекс s&p 500 должен всегда расти потому что это трамп но он перестал расти и вот последнее время немножечко падал когда-то он должен был успокоиться я думал что он успокоиться на 3000 ну точно до 3000 он ниже не упадет ну вот он начал туда движение но вдруг вот здесь вот он остановился на 3218 и вдруг начал расти это индекс s&p 500 американский но при этом при этом значит что происходит с нефтью нефть тоже была начала падать но при этом она перестала то есть она устаканилась нефть спокойно ну а что с рублем ну рубль начался ответственно в это же время расти ну а индекс ртс соответственно в это время начинает падать 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 он еще не начал расти ну я думаю что то коррекция в сторону вверх, не за горами. И я надеюсь получить вот эту прибыль. Армагеддончикам большой привет. Следите за мной. Посмотрите, кто будет прав на самом деле. И что будет с долларом. Он пойдет дальше расти до 90. Посмотрим. Либо, значит, вот здесь будет небольшой отскок до 70-80-77. Я ожидаю очень даже совершенно спокойно. Почему такое может быть? Ну, так сказать, Набиулина что-нибудь сделает. Я не знаю, что произойдет. Я знаю, что... Ну, вот я ожидаю именно такого. Но не будет он дальше так резво расти. Как вы считаете, прав я или не прав? Если, ну, как бы вы не считали, давайте посмотрим. Да, вот он начал падать. Тут как бы все происходит. Но здесь 5-минутный график. Вот. Прав я или не прав? Время покажет. Ну, вот смотрите. Я считаю, что здесь линия сопротивления. Вот. Оставайтесь на моем канале. Увидим, кто из нас оказался прав. Что я делаю. И все мои сделки вы можете посмотреть на сайте московской биржи. Потому что я участвую в конкурсе «Лучший частный инвестор». И там я ни от кого ничего не скрываю. Вот. Все мои сделки. Вот здесь они видны. Посмотрите. Вот. Мы только что видели, что индекс РТС падает. То есть, акции падают. Что, в общем сказать, доходность по всем бумагам падает у всех. А что при этом у меня? А у меня доход 11% за 2 недели. На срочном рынке. Почему? Потому что именно на срочном рынке, когда все падает, можно зарабатывать. Вот. И каким образом? Опционами. Опционными стратегиями. То есть, мы строим так опционные стратегии, что мы получаем максимальную доходность. Согласитесь, 11% за 2 недели – это очень-очень даже неплохо. Вот мои данные. Вот. Это абсолютно реальные деньги. Потому что, ну, там реальные счета регистрируются на конкурсе. И здесь вы можете посмотреть мои сделки. Вы видите, что я ни разу не вру. Я занимаюсь индексом РТС. Я строю эти стратегии. Вы можете даже посмотреть. Вы можете попытаться понять логику. Повторить это будет крайне сложно. И я пытаюсь вам объяснить ту логику, которой я, ну, как бы, следую. Вот это самое главное. Логика. Логика. Потому что рынок идет, когда абсолютно все считают, что рынок, что доллар будет расти, значит, вот тут и надо его продавать. Потому что, ну, как правило, это момент для продажи. Что я, собственно, и делаю. Вот. Ну, почему я это делаю? Потому что опыт показывает, что вот так все и происходит. А как этому научиться? Ну, а научиться этому я рассказываю об этом на курсе «Биржа для чайников». Я рассказываю об этом на курсе по опционам. И если кто-то что-то не понял, вот те стратегии, которые я строю по опционам, то, в общем-то, люди, которые прошли курс по опционам, они все это понимают, и они понимают, как я получил вот эту вот доходность в 11% за две недели. И, ну, мы вместе обсуждаем, я там в чате рассказываю, что я делаю, почему я делаю. Поэтому есть все возможности не повторять за мной то же самое, а понять ту логику и строить самостоятельно свои стратегии. Повторить это невозможно, я повторяю. И почему это невозможно повторить, я расскажу в ближайшем видео. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вас лайк. До встречи. С вами был Демятков Юрий.